всем привет сегодня будем делать локализацию в данном случае у нас будет просто перевод одного виджета это менюшечки да что необходимо мы вообще должны открыть локализацию дэшборд четверки чтобы если вы его не можете найти вам надо войти выйдет референс и во вкладочку экспериментов пятерки же здесь уже галочки не надо ставить здесь локализация должна быть но это только лишь четверки пятерки уже она прям изначально есть заходите во вкладочку tools vocalization дэшборд у нас появляется вот такое вот окно где мы по сути выбираем нашу необходимую игру так скажем добавляем здесь именно гофр пакет это для того чтобы переводить блупринты если у вас допустим си плюс плюс вы ставите на верхнюю галочку и чтобы нам добавить места где нам необходимо собирать текста выбираете include path build card и указываете необходимую папочку именно в контенте да то есть где у вас находится что вы хотите перевести вообще можно выбрать полностью контент если вы все хотите папки в которых лежат и виджеты и какие-то материалы допустим еще что-нибудь там подобное те же самые нумерации то есть вы их просто выбираете папочку контент но в данном случае я выберу именно то место где находится у меня меню это вот папочка меню делаю выбор и вот у меня как раз таки она выбрала то место где вот сейчас я нахожусь также вы можете выбирать еще дополнительные если у вас в разных местах допустим виджеты лежат и вы хотите их переводить но здесь уже определенное значение также мы смотрим чтобы у нас вот здесь файлы юмап и юасет они были в наличии если вдруг вы удалили забиваете их обратно ну и далее по сути мы делаем сбор текста нажимаем get her text и здесь появляется вот такое окно которое показывает что она собирает с этой папочки значение слов и как видите он собрал 11 слов если нажимаем вот сюда иди трансфер транс вышел виска учера и у нас появляется вот такое окно где как раз таки текста ведь и забиты то есть именно этот текст здесь в обоих окнах будет одно и то же потому что мы только решили английский язык выбран да у нас изначально натив это у нас выбран именно основной то есть если вы хотите добавить какой-то дополнительный язык вы называете однию и естественно вводите наименование допустим я веду россия и здесь он как раз таки будет показывать у россии есть допустим ru россия ru-ru маленькие большие да но я обидел я беру общие языки вот то есть такое есть вот татар тт да то есть татарский русский здесь ну и так далее чеченский русский вот он как раз таки тоже здесь обычный ru выбираю и видите да english у нас именно с точечкой то есть он идет основным языком если мы переключим сюда у нас русский будет основным но я бы не рекомендовал делать основным русский язык по многим причинам потому что движок не нашего производства и так далее и теперь мы по сути нажимаем сюда эдит трансвейшем предварительно сначала надо сборку сделать потому что мы внедрили язык и нам необходимо сделать сборку сборку мы сделали далее нажимаем и вот здесь есть три вкладочки он translated нет ревьюф и комплит комплит это у нас переведенные уже текста слова с текста неважно new review это вроде измененные там будет и как видите да у нас появились вот на английском языке вот эти слова нам надо записать все на русском для этого берем какой-нибудь любой переводчик вбиваем эти текста сюда и естественно просто копируя ставим обратно и так далее то есть мы переводе все необходимые слова и далее мы будем сохранять так давайте я быстро введу но я не перевод языков здесь у меня будет три клавиши если вы заметите за английский русский и немецкий то есть если я все это буду вводить на русском но можно и так сделать но я решил чтобы все на англии допустим на английском языке было давайте я обведу еще и немецкий тоже также с помощью переводчика то есть то же самое английский перевожу на немецкий и сюда же за 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 нашу но при этом сначала необходимо добавить немецкий то есть либо если нем немецкий не находит да то есть вы вводите gear германия данном случае он сейчас ничего не найдет потому что у меня вот это не закрыт и скорее всего возле того как вы ввели весь перевод нажимайте сейф можно сюда можно сюда и закрывайте это окно далее вот допустим я ввел язык да мне надо собрать снова текст потому что я его ввел но он как бы еще не определился и все все у нас вот 11 слов то есть сто процентов переведено далее мы по сути чтобы запустить перевод я делаю просто на кнопочку он клики да то есть сетка учили сад current кауторы и выбираю необходимое значение да вот это значение yen ru да и мы можем посмотреть вот здесь когда наводим на язык здесь таки как раз таки он высвечивается то есть если добавлять татарский у нас будет тт если татарский русский допустим да то есть там же было такое тт-ру вот ее эти значения и необходимо сюда вводить то есть я на каждой клавишу поставил и теперь чтобы нам менюшечку если мы даже запускаем у нас все на английском если мы нажимаем на русский у нас ничего не переводится потому что в обычном режиме превью в да мы не можем это запустить сейчас у нас переведен на английский на немецкий это потому что я нажал вот здесь и язык нашего движка переводят иногда то есть чтобы запустить нормально нам нужно запустить стендалон гейм запускаем стендалон и весь наш перевод ведь у нас английский нажимаем на русский у нас ничего не отработало почему потому что хоть даже стендалоне мы запустили но мы забыли нажать во во первых к каунт ворлд это у нас по почти ну вот то есть он почитал до гетер текст но каунт ворд у нас будет создавать по сути файлы из которых и все это будет браться точнее он подготовит это все а далее мы нажимаем компайл текст и вот здесь как раз таки файл вот эти будет реализоваться и после этого у нас все должно заработать то есть нажимаем также стендалон гейм запускаем у нас запустилась на русском языке потому что у меня операционная система на русском то есть он считал это и запустил на русском если я нажимаю на английский он у меня переводит на английский язык нажимая на немецкий все это переводит на немецкий язык то есть здесь гораздо на принципе не сложно бывают некоторые проблемы но мы их чуть-чуть затронем позже а на этом все локализация не особо сложно то есть единственная проблема лишь это заполнить вот эти все переводы и реализовать систему допустим более менее сложную то есть переключение на языке на этом все до скорой встречи всем пока